Алексей Сувченков, пожалуй, самый яркий актёр, с моей точки зрения, в этом митимонизуальном произведении. Я всегда начинаю с того и того же вопроса к гостям пресс-конференции. Хотите ли Вы что-нибудь рассказать, но того, как начнутся вопросы. Да Вы знаете, наверное, нет, наверное, лучше, чтобы органично все шло, вопросы какие-либо являются, какие-то посмотрели. Но я ещё раз извиняюсь, потому что в связи с освещением этого театрального зала очень трудно улавливать поднятые руки вообще, чтобы увидеть в зале. Поэтому я больше надеюсь на тех людей, которые разносят микрофон. Так, кто хочет задать первый вопрос? Ну, я могу, значит... Да, есть? Движем? Ну, вот есть, я держу. Да, вот, в первом ряду. Пожалуйста, говорите. Прошу. Представляете. Добрый день, Татьяна Мюцлая, Выучительская газета. Вот, хотелось спросить у режиссёра, да, почему Вы замахнулись как бы на такую тему, да, такой-такой интерес к такому произведению, да, потому что тема, действительно, провокационная такая, да, да, очень такая тема неоднозначная, вот. И второй вопрос, конечно, актёру, да, каково ему работалось на этой роли. Спасибо. Вы знаете, да, я ещё когда учился в Алгике, я очень был впечатлён этим произведением. Оно вообще для молодого человека, для такого, который как бы начинает свой путь, как бы мы мыслить как-то начинает, и оно просто очень в это попадает, вот в это состояние какого-то размышления над жизнью. Потому что самое мудрое время, оно же в юности, и как бы, и в старости, в юности оно как-то очень цепляет. И поэтому, на мой взгляд, это как раз произведение более юное, что-то. Поэтому я подумал, а когда же мне убраться, если не сейчас? И поэтому вот сейчас как раз поразмышлять, попытаться на эту тему, как раз самое время. Не только для меня, но вообще для, как бы, я считаю, в нашем обществе сейчас назрела более серьёзный такой, попытка более серьёзного разговора вообще на все эти темы. И может быть оно как раз и адекватно временно. Потому что не к тому, что многие говорят, что вообще он взялся, как бы, несовременно. Я, наоборот, считаю, что это очень как раз современно. И натолкнуло меня на это ещё, конечно, много разного. Это, в частности, и некий формализм, который существует у нас вообще в обществе, в частности, в церкви, и в вопросах веры существует некий формализм. И, конечно, мне захотелось, потому что всё в жизни неоднозначно немножко. Не белое-белое, не чёрное-чёрное полностью. Поэтому хочется иногда попытаться поднять какой-то дополнительный пласт смыслов. И этому, опять же, пришло время. Потому что всё, как бы, по верхам смотреть тоже уже надо с этим завязывать. Надо попытаться копнуть к сути. И может эта попытка быть удачной, может быть неудачной. Но сама попытка копнуть к сути, она, мне кажется, хороша. Ну, сама по себе. И поэтому я сам очень люблю такие фильмы, книги, когда есть попытка понять что-то глубже. И свою точку зрения сформировать, основываясь лично на своём опыте. Потому что, как вам сказать, пройти свой собственный путь вообще очень важно. Вы можете сказать, что сейчас слоган, например, с фильмом говорю, но на самом деле каждый должен пройти свой путь, ещё и в интеллектуальном неком смысле, пройти и дойти до каких-то вещей самому. Что мы тоже пытаемся делать, вот, взяв Леонида Андреева и попытавшись как-то проанализировать? Да, пожалуйста. А к актёру ещё был вопрос. Да, я начну свой ответ с того, что, во-первых, мне, конечно, очень повезло. Правда, повезло, потому что эту роль мог сыграть любой артёр. Потому что нет никаких привязок внешних данных. К тому, полный человек такого возраста, такого. Но повезло, действительно повезло. Поскольку, поскольку с этим материалом, я думаю, хотели бы поработать многие бы артисты. Поэтому я к этому отношусь даже как-то, немножко как к судьбоносному моменту. Я очень благодарен. Я даю, Татьяна Надлёвна, что они доверили мне. И рискнули со мной, вот, попробуют сделать такую историю. И, конечно же, работалось хорошо, это мало сказать. Поскольку, поскольку, я должен заметить, это вообще первая моя работа, по-настоящему работа. Всё остальное, могу сказать от себя лично. Это тоже хорошие вещи были. Но вот здесь, когда ты пытаешься проникнуть, когда ты пытаешься жить этим, когда начинают работать какие-то незримые коды, вплоть до чисел, вплоть до каких-то совпадений, когда змея вдруг из-под ноги выскочила, какие-то такие вещи, когда вдруг родинку я заметил, пытаясь вспоминать в информации, что какой-то, значит, то ли фильм, то ли какое-то предсказание, что придёт какой-то тихрист с родинкой под волосами, и вдруг я её вижу, и чуть с ума не начинаешься искать. Короче, много каких-то кодов сходилось. Это было для меня большое, как сказать, долгожданное событие, к которому я прикоснулся. Наверное, я этим и заходил.